друзья всем привет нахожусь я в киеве вчера была конференция по апитерапии и вы можете посмотреть у меня на канале вчера на конференции я договорился с виктором елкином еще его мной я знаю как виктор пчелкин посетить его магазин нам это интересно будет видео вам будет интересно знать ну что в есть киеве такой магазинчик ну а ведь и будет рекламка так что пойдемте посмотрим что нам ведь а покажет друзья нас встречает пчелка вот такая крутая привет пчелка это замаскированный трутим это замаскирован трутим это витя привет ведь передай привет нашим зрителям привет уважаемые пчеловоды магазин медок и метро нивки проспект победы 71 а сейчас будем проводить вам короткую экскурсию спасибо большое ну поближе потом адрес скажешь внутри хорошо ведь давай посмотрим как вы тут сделали давно вы открылись давайте я наверное сниму эту штуку чтоб меня видно было привет ты прикольный мы открылись два года назад на спас как раз на медовый пошли не я просто хотел показать как выглядит с улицы кстати вот этот флюгер с пчелой он крутится на ветру флюгер с пчелой сейчас подвезем сверху над вывеской он крутится и привлекает тоже внимание наверное ну прикольно прикольно это вот это все сделано тоже ручной работы для того чтобы полностью медовый антураж создать сеть и решетки кондиционера сегодня вечером вот это все подсвечивается то есть должно быть прикольно тоже светятся у вас фоточки есть для видео чтобы вставить потом или нет ну ты дашь не до потом передать ну пошли внутрь покажи нам что у вас я давно хотел я давно хотел побывать в этом озиме ну правильно так мы веди здесь у нас вход и тут всякие наши сертификаты на продукцию награды дипломы патенты все то что прикольно давайте делаем можно так проведу конечно это мы вот стараемся людям показать смотрите друзья есть все как бы не все думаю ну много сертификатов разных рамок дипломов с разных я так понимаю выставку от есть сапимонди кстати видео нам ведь я снимал был в апимонди у меня есть на канале эти видео многие могут зайти посмотреть патенты есть на разные модели вот видите так что все не просто так как оказывается и все документация интересная сильно как бы обзорчик сделали ну и вот магазин сама не знаю камера не передают как тут прикольно значит что что здесь здравствуйте везу тут есть две зоны первая зона это мед и продукты пчеловодства вот здесь основной прилавок с продуктами пчеловодства кстати всем моим всех гостей которых мы приглашаем я показываю соты на под руке соты на полу не спеши не спеши я покажу да прикольно сделано и на полу соты медовое пространство попадаешь да однозначно плит он тоже есть на стенах красиво и здесь вообще идея была сделать лицо украинского пчеловодства в столице тут не просто так все надписи написаны на украинском и на английском много очень туристов которые приезжают и вот мы специально для того чтобы показать все всю красоту украинского пчеловодства мы старались как на это сделать на шторах тоже кстати пчелы на цветах сидят здесь вот этот первый прилавок тут показаны продукты пчеловодства их там фотографии короткие описания показания при каких заболеваниях и не помогают чтобы людям было проще и понять не сразу разобраться вот в этом вопросе кстати снизу склад находится и здесь тоже вот пчелки ручки в виде сотов вырезаны создавалась максимум склад там лежит продукт продукция да ведь а подожди я покажу людям что у нас тут есть есть книжки книги книги вернее правильно будет говорить есть разные тут препараты но это непосредственно вашим ваша то есть не вы сами производите пирога то есть есть такие как бы препараты как как в аптеке я смотрю ну скажем так у нас это стандарт аптечный злой ночи там чистые продукты пчеловодства находятся с максимальным эффектом полезным мы стараемся чтобы это так было прикольно так но этот блок мы посмотрели давай по круг я если честно думал что только вот такие на магазину такого направления я что-то так думал для потребителей меда продуктов пчеловодства и для пчеловодов а тут есть еще и ульи здесь рамки а чё это производство ну это ваш или кто-то под вас делать под нас делают различные столярные цеха мы выбираем что качество было хорошее чтоб цена была нормальная вот и соответственно предлагаем это все пчеловодов большая витрина с пчеловодной литературой достаточно большая различных тоже известных авторов одежда пчеловодная всевозможная странных размеров это и и куртки и штаны и перчатки различные и шляпки и даже для перевозки ульев скрепы и шляпы сувенирные соломенные на любой вкус и для работы на пасеке и для сувениров и для подарков и для всего часа по книжечкам пройдусь может кому-то какая-то книжка понадобится саладенко малыхин вот книжка очень интересная чухра и сильное пчеловодство да ваша книга мне это а тут ваши тоже по-моему были не ошибаюсь берга это упущение медовая вина вот есть прикольный тоже кто хочет квасы так ну книжки я показал рамочки к вебеке это тут инвентарь можно рамочки купить скажи еще раз адрес то на улице может не слышно было проспект победы 71 а метро нивки второй дом от метро вот и режим работы очень удобный с 10 утра до 8 вечера каждый день без выходных так кстати место расположения выбрано таким образом чтобы удобно было добираться и на общественном транспорте и на своей машине тут основная транспортная артерия киева проспект победы 3 километра до объездной дороги пригородные маршрутки электрички три станции метро до вокзальной так давай теперь я тут посмотрю покажу людям как красиво сделано это кто кто работал над этим это дизайнеры или сами по себе это в начале дизайнеры все сделали полностью дизайн проекта потом мы воплощали материалах ну очень красиво здесь скажу честно это гипсовые соты а здесь откройте пожалуйста шкафчики вот каждая сота открывается да и там что там что-то лежит что-то полезное лежит они все по-разному дараться в разные стороны ну круто красиво честно красиво а тут а тут непосредственно можно купить мед я смотрю да это мед с разных регионов украины экологически чистых различные сорта обычно у нас в сезон от 10 до 20 сортов ассортимент здесь название цены представлены и на самые популярные сорта которые есть мы стараемся писать рекомендации по употреблению при каких но заболевания более полезен будет тот или иной сорт меда вот обязательно весьма на кругу люди пробовал сотовый до сотовый кстати поставку для сотового меда тоже мы тут все такое конечно сделано красиво и правильно мелочь так мы какой тут мед тут есть значит есть майский липовый акациевый кориандровый выбор есть степной и лесной разнотравье и рапсовый гречихи нету да гречихи нету к сожалению в этом году или с ней вообще трудно до последнее время в прошлом году последний раз был в этом году не было качественного нормального хорошей влажности ну ничего будем надеяться давай веди нас куда-нибудь дальше это не зря ты споткнулся об эту штуку это специальный аттракцион для детей его когда включаем здесь пчелы начинают гудеть и в виде инфографики картинок сделано 18 этапов жизни челы в пчелином улье от рождения от начала кормления личинок уборка сотов вылет за нектаром и пыльцовой охрана вот полностью все этапы профессиональным дизайнером нарисованы в виде картинок инфографики и дети и взрослые могут посмотреть как это полностью погрузиться в атмосферу пчелином улья круто можно посмотреть я хотел сначала сам после когда крутишь вот справа пушечка не окрутишь можно покрутить там прямо показывать подписан каждый этап и картинка которая изображает что там конкретно происходит прикольно это точно для детей а кто это придумал где-то было подсмотрено или ну это ну я первый раз такая ну хотя и много где бы вы ноги по-моему у нас было много разных фантазий мы думали как реализовать мы видели различных вот это мы кажется посмотрели харьковском доме кофе но там различные инсталляции сделаны на кофейную тему ну там где там что мы думаем да надо делать улей круто вообще круто для того чтобы популяризировать в простых ну на простых наглядных примерах показывать как это работает члены семьи круто мне мне лично понравилось очень тлеточек сразу нужно да дальше здесь мы показываем сейчас мы что-то не включили здесь мы показываем видео по пчеловодству различным спать слайда видео за ради видео по продуктам пчеловодства да ну это правильно здесь показано на какие заболевания какой продукт пчеловодства больше направлен так или иначе для того чтобы людям было тоже проще определиться во всем на образе свойств продуктов пчеловодства вот и и дальше так ты тоже есть препараты когда это наглядно это баночки дорожки не рноторами на купа до керамической у него такая есть у меня племянник говорит если мед закончится горит мешки меда надо мешки меда надо что у нас тут вот вверху прикольно то нас здесь у нас часть зала где представлен пчеловодный инвентарь и над каждым шкафом мы пытались сделать инфографику это все делалось тоже вначале была придумана идея ну мечта а потом мы думали как ее воплотить и реализовать вот и на каждом слайде здесь показаны как нам кажется ключевые моменты пчеловодства вот досягнение украинского пчеловодства где мы показываем сколько меда производится какое место украина занимает мировом пчеловодстве сколько пчеловодов количество пчелосемей какие продукты пчеловодства добываются какое количество профессиональных издания на пчеловодную тему что активно развивается апитерапия ауле и терапия три аборигенные породы пчел есть укрой. То есть тут нужно экскурсию провести сама как музее это разделала сделать магазин мужчины больше просветительскую функцию не просто аджел разных магазин, да именно просветительскую функцию, чтобы любой человек, даже не посвященный в мир пчеловодства, он пришел, ему было интересно, просто и понятно. Пришел за дымарем и заодно почитал какую-то информацию полезную. Самое главное, мы в центр вынесли этой инфографики, то что ты джоляр, но это относится к каждому пчеловоду украинскому. Каждый пчеловод украинский формирует, собственно говоря, этот рынок. Круто. Дальше. Основатели рационального пчеловодства. Мы долго советовались с мэтрами нашего отечественного пчеловодства, с комиссаром, с соломкой, с коржом, и вот решили четырех основных таких ключевых деятелей, которые повлияли кардинальным образом на развитие мирового пчеловодства рационального вынести. Франс Грушка с медогонкой, Иван Меринг с ващиной, Лоренсон Ланстрот с ульевым пространством, ну и на первом месте мы выделили, конечно, Петра Прокоповича, который изобрал первый рамочный уль, благодаря которому стало возможно рациональное пчеловодство. Вот. Мы его так скромно выделили на первое место, поставили. Да. Дальше. Здесь мы показываем дежевут бджолы. Это история улья от много миллионов лет назад, как в дикой природе. И в дуплах скалах просто пчелы жили. Через глиняные улики, бортневое пчеловодство, колоды, сапетки, дуплянки и до современных рамочных ульев различных конструкций. То есть тоже и любой пчеловод, и просто потребители медопродуктов пчеловодства могут посмотреть, как же во времени развивалась индустрия пчеловодства. Классно. Вот. Давай покажем еще, что у вас тут есть. Поэтому мне очень понравилось. Скажу его честно, не кривя душой, круто. Ну там еще. Я просто хочу показать нашим зрителям, что тут инвентарь есть, инструмент есть. Там были у нас ульи, рамки, а тут, смотрите, есть квебеки, есть решетки, есть сметки, щетки, пыльцеуловители, держатели, захваты для рамок. То есть, ну, в принципе, для медагонок вот есть эти редуктора, электропривода, дыроколы, дымарей, сито. Ну, в принципе, тоже все, что надо. Воскотопки. Вот, смотрите, друзья, столы распечатывающие, ящики. То есть можно зайти и купить, приобрести нужные вещи. Дымпушка. Ну, в принципе, весь набор стандартный, да? Все, что нужно для пчеловодства. У нас киевскому магазину два года, а харьковскому восемь. То есть мы давно и в максимально полной степени поняли потребности пчеловодов, мы сами пчеловоды. И стараемся дать пчеловодам вот максимум. И это и пчеловодам выходного дня начального уровня, и пчеловодам, в принципе, ну, любые потребности пчеловодов стараемся удовлетворить. Пожалуйста, всегда. Ну, и тут вот тоже стенд с другой стороны. Да, это про пользу пчелы мы тоже старались рассказать, о том, что она занимается и профилактикой заболеваний человека с помощью уйотерапии, и предвещение радиочусти грунту. Ну, пчелы, опыляя растения тоже улучшают косвенным образом качество грунта. Здесь мы наглядно показали, какой внешний вид фруктов и овощей без опыления пчелами и с опылением пчелами. То есть, что количество и качество, ну, там, фруктов и овощей, опыляемых пчелами, кардинальным образом улучшается благодаря пчелу. Какие продукты пчеловодства производятся, что это и в фармацевтической индустрии тоже активно используется. И, ну, конечно, о том, что мед, один из самых полезных, ну, вообще продуктов, тоже является ключевым продуктом пчеловодства. Тоже старались показать. Ну, и тут у нас, друзья, смотрите, для вывода маток есть все, что нужно. В принципе, я даже нашел, что я куплю сегодня. Не купил на выставках. Маркера надо взять. Так что, Енис, не зря мы приехали на экскурсию. Маркера у меня точно нет. И вот такие пчелки красивые. Я так понял, ну, я так уже и знаю, в Харькове тоже есть такой же, да, магазин? Ну, пчеловодный магазин, где тоже все это представлено, но не в таком дизайне, скажем так. Ну, в дизайне, да. Ну, в принципе, тоже есть такие, какие или нет? Надо будет и в Харьков тебе гости взять. А в Харькове какой адрес? В Харькове Героев Труда 15, за круглым рынком, метро Героев Труда. Мы в ближайшее время собираемся и в Харькове реализовать такой проект. Ага. Ну, в принципе, там больше именно инвентаря. Там все то же самое. Все то же самое. Мед, продукты пчеловодства, инвентарь, широкий ассортимент. Обмен, покупка, все есть тоже. Вощина, все полностью. А и здесь у вас есть обмен, покупка. Да, вот это ящик для восков. Мы тоже делали с дизайнерами, начали рисовали, потом люди ломали голову, как же это все оплатить. Это сюда вы скидываете, да? Да, вот есть воски, и потом люди меняют. Да, да, и потом производительным вощиной отдаем. Есть канди, есть вощина. Закончилась канди. Да, привезут скоро. Закончилась канди. Вот вощина, вот вощина, куда не помещаются весы. А какая вощина у вас, ну, вы предлагаете? Здесь два вида вощины. Вот сейчас Озерского гадиш закончилась. А сейчас есть Юрия Сергеевича Кулакова, Жутомир, фирма Бжоляр. Ой, я не слышал, если честно. Это заслуженный пчеловод украинский. Не, ну, что именно вощина. Слышу много, но этого я не слышал. Видите, будем теперь знать. На видео покажем. Как ты вврешь вощина, Жутомирская? Кулаков. Кулаков Юрий Сергеевич, да. Ну, фирма Бжоляр называется. Ага, фирма Бжоляр. Ну, просто, вишь, попадет на видео кому-то. Я, честно, я не слышал их. Да, он много лет вощиной занимается. А, Воскоприс Кулакова, вы это знаете. Да, 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 вот я. Я же люблю, друзья, как бы поныш парить. Это его, он же и делает вощину. Все, я понял. Воскоприс Кулакова и... Вот, давайте покажем вам. Потому что, ну, чтобы люди знали, что у нас есть не только Долына Мэду, дубовики, Озерский, есть еще и... Кстати, сам лично в этом магазине покупал нож Джеро. Джеро? Да, очень здорово. А он точно Джеро? Да, точно Джеро. Вообще... Не, ну, просто ножи... Точно Гусли, точно Джеро. Не, ну, Гусли это понятно. Просто сейчас выводят из товара оборота эти ножи, почему-то, но они, как бы, дорогие. Ну, наверное, из-за цены. Да, я нашел его именно здесь, в первый раз. Хорошо. А, и препараты, друзья, есть, не показал. Есть и препараты. Ну, полоски и так дальше для лечения, для профилактики пчел. Это я вам, наверное, тоже покажу. Не знаю, надо... Не, нам все надо. Мышь... Я люблю снимать все, как должно быть. Мышь, пока. Вот я же хотел показать, что вот... Да, это мы вчера с конфиденцией по апотерапии привезли. Видите, разное. Я сейчас, Витя, подожди секундочку, покажу, что тут у нас в наборчике есть. Такое. Чтобы люди знали, что есть много препаратов, которые очень полезны и нужны для нашего здоровья. Так, и это у нас... О, тоже в стиле санузел получается. Ну, смотрите, тоже в стиле пчеловодческого. Даже зеркало. И даже зеркало, вот. И вот я всякие. Вот с унитазом... Ну, не будем показывать унитаз. С унитазом, да, не получилось. А так прикольно. Я когда делаю квартиру себе, я тоже хотел сделать в таком стиле. Но я передумал, потому что у меня так дома все в пчеловодческих картинах и так далее. И так далее. Так, что еще вы нам... Показывай нам все, да, если... Да, здесь у нас маленькая кухонька. Кухонька, складик. Ты решил нам уже показать полную экскурсию? Ну, конечно. В Франции. То есть толпа. Денис как напрямую с Франции. А, Денис говорит, друзья, что напрямую с Франции. Ну, по крайней мере... Так, мы уже, если показываем, то Тара... Тут есть... Это как мини-складик, да? Да, мини-складик, кухонька такая. А здесь кабинет. Смотрите, то же самое. Я начну сверху вниз. Здесь мы гостей встречаем. Пчелки. Тоже все сделано. В своем же стиле. Прикольно. Так, и что тут есть интересненько? Ну, это музейные наши всякие разные штуки. Вон там, с бжолярского круга где-то нам дарят... Вот, кстати, мы делали специальную вешалку для пчел. Можно вставлять... Вешалку для ключей. Вешается вешалка для ключей. И это как брелки. Прикольно, да. Да. Ну, различные сувенирные штуки. Угу. Вот тут шкаф тоже. Смотрите, какая пчела стоит красивая. Стеклянная. Стеклянная. Так. Прикольненько. Диванчик. Тут можно отдохнуть. Конечно. Да. Набраться сил. Прийти затариться, набраться сил, да? С медом. Вот. Это была двухкомнатная квартира, да? Нет. Это нежилое помещение изначально. Нежилое изначально. Да. Прикольненько. Витя, ну мне очень понравилось. Скажу честно. Пчелы на шкафах сидят. Они съемные? Нет. Они приклеенные. Я хотел снять. Полтавод везти. Так. Ну придется значит оторвать. Не, не надо. Давай еще мы сюда положим одну куда-то. О, Денис свою пчелу привез. Так. Спасибо. Себя где-то приду. Подарок от Дениса. Пчела. Здорово. Красиво. Ну это бак. Хе-хе-хе-хе. Ну классно. Я не знаю. Мне все понравилось. А, кружки. Кружка вон с сотами. Короче, чай пьете с сотами. Сейчас от таких кружек будем. Ну, свои брендеры. Подожди, подержи. Оно засвечивает просто. Медок. Фирма Медок. Коврик. Коврик, да. Это сына нашей классики. Валентина наш. Валентина. Валентина. Так, Витя. Ну, расскажи. Вы занимаетесь... Пошли туда. Тут классно. Короче, друзья, показали вам и самое, так сказать, сердце, снутри все. Вы занимаетесь, это я понял, продажей, своим производством препаратов. Короче, все у вас выходит неплохо, я так смотрю. Мне очень понравилось. Что ты расскажешь нам? Может, что-то, что мы не спросили, ты хочешь нам рассказать? Ну, я хотел сказать, что, конечно, мы всех приглашаем в гости. И сделано это было не просто как пчеловодный магазин, а как магазин, музей и лицо украинского пчеловодства в столице. Вот. Поэтому, мы надеемся, получилось достойным образом показать именно украинское пчеловодство. Вот. Наша ключевая деятельность, это производство и переработка и реализация продуктов пчеловодства сертифицированных Минздравом. Но вот и в магазинах представлено и все, что касается непосредственно пчеловодства. Пчеловодный инвентарь и все остальное. Вот. И, кстати, тоже, что я хотел сказать, вчера на конференции, которую ты тоже снимал по опитерапии, мы выступали с докладом о клинических исследованиях. И вот это то, что сейчас нас больше всего вдохновляет, и мы считаем это своей прям одной из ключевых задач, не просто популяризация с помощью рекламы продуктов пчеловодства, а научное обоснование, медицинское обоснование с помощью медиков самого высокого уровня пользы продуктов пчеловодства с помощью исследований. Вот. И вот уже второе клиническое исследование закончилось, сейчас мы стараемся третье запустить. То есть это прям, чтобы никто не мог сказать, что продукты пчеловодства не работают. потому что врачи говорят, да, это все, там, народная медицина, там, нет. Мы доказываем, обосновываем, что это действительно классно, правильно работает и натуральные вещи, которые... То есть, чтобы все было... От себя маленький вопрос. Да. То есть сейчас активно обсуждалось до этого насчет то, что мед нельзя добавлять в горячий чай, там, в кофе, да? Один из самых популярных вопросов. Да, да. Один из самых популярных вопросов, но я хотел бы, чтобы это объяснил все-таки со своим авторитетом. Я уже, наверное, больше года в кофе добавляю только мед, не использую сахар, и в чай. То есть только мед. Ну я тоже от сахара отказался. Я вообще не понимаю, как у людей может сформироваться такое мнение, что сахар, добавленный в горячий чай, это лучше, чем мед, добавленный в горячий чай. То есть вот мед нельзя, а он взял и 3 ложки сахара размешал, это может. То есть насколько это либо пропаганда сахара и антиреклама меда, либо это действительно нежелательно? Мое субъективное мнение, исходя из знаний, которые у нас есть по меду, продуктам мчеловодства. Мед один из самых фальсифицируемых продуктов в мире. Исходя из этого, он окутан огромным количеством тайн, легенд каких-то, противоречивых каких-то штук. И на самом деле, почему люди... Это как короткое видение, да, в ответ. Почему люди часто говорят, я знаю пчеловода, дедушку где-то там у черта на куличках, и я к нему езжу, потому что вопрос персонального доверия. Люди доверяют, что этого человека они доверяют, они его уважают, и поэтому они берут у него мед, думая, что и мед, соответственно, у него такого же хорошего качества, и часто так и бывает. Потому что часто они, наверное, сталкиваются с тем, что на базарах или в магазинах покупают некачественный фальсификат. Вот. Но сам по себе мед – это продукт двух простых сахаров – глюкозы и фруктозы. И они усваиваются в организме практически без участия самого организма. То есть они как бы саморастворяются, помогая и укрепляя организм. В отличие от тростникового свекловичного сахара, который является продуктом глубокой переработки, это сложные сахара, которые для того, чтобы усвоить, организм трудится над ними. Он вырабатывает инсулин под желудочной железой. Ему нужен кальций для того, чтобы его потом усвоить. Если кальция не хватает, он его тянет из костей, зубов, начинаются кариесы, все вот эти штуки. Поэтому, несомненно, если сравнивать натуральный мед и сахар, мед полезен. Полезнее в разы просто. Это не нужно, даже не подлежит обсуждению. Кто рекламирует сахар, наверное, всем понятно, кто рекламирует сахар, тот, кто его производит. Но изначально вообще сахару там сколько? Ну лет сто, может двести, я не знаю точно. До этого был мед всегда. Единственный или один из ключевых сладких продуктов, которыми люди питались. Это первое. Второе. Что касается добавления меда в чай. Да, это нежелательно. Но в чай или в любые горячие продукты. То есть, есть понятие, когда добавили, он теряет большую часть своих свойств, но он не становится вредным. То есть, вы добавили, по сути, хороший легкий сахар, который, те ферменты, которые, допустим, лечат и укрепляют организм, большая часть из-за того, что они живые, попали в кипяток, они, наверное, погибли. Но вредным он от этого не стал. Поэтому рекомендуют лучше есть мед в прикуску. С чаем или с чем-то. Вот. Но если мы берем, греем мед, прям перегреваем, кипятим, тогда количество оксиметилфурфурола, токсина, который в нем есть в небольшом количестве, возрастает в геометрической прогрессии. Он действительно становится вредным. Но это только при перегреве длительном и сильном, при кипячении. А если просто положить в горячий напиток, то он большую часть своих полезных свойств потеряет, но вредным не станет. И в любом случае в разы будет полезней, чем если мы туда положим сахар. В разы. И это даже не обсуждается. Ну давайте будем откровенны. Допустим, все равно как происходит, ну вот как смешивается мед с горячим чаем, да? То есть сначала чай завариваешь, он в любом случае уже остывает. То есть там температура уже 60-70, да? Ну 80 пускай. После того, как добавил, ты это холодной ложкой размешал, то есть ты уже охладил еще этот напиток. Конечно. Да. То есть в любом случае ты его выпил в течение 5 минут. Да. То есть о каком вреде? И там в любом случае есть глюкоза и фруктоза. Ни о каком вреде не надо говорить, речь идет о том, что возможно немножко что-то там потерялось, но это все равно полезно, это все равно классно, это все равно в разы лучше, чем пользоваться сахаром. Друзья, это мы вам такой, давай общайтесь, провели маленький экспресс о том, что все-таки мед нужно кушать. То есть постоянно заказываем. В принципе, я месяц, наверное, их заставлял приобрести мед, чтобы я заказывал именно мед. И они это сделали, и я у них спрашиваю, кто мед в кофе добавляет, кроме меня? Он говорит, только вы. Все. То есть никто. Хотя реально, где бы я в кофейниках не заказывал, всегда баристы удивляются. То есть удивляются, что, то есть нужно, они говорят, это запрещено, это нельзя, вы только вредите. Я говорю, ну. Это вот связано с теми предубеждениями, о которых я говорил прощаю. А сахар 3 ложки или сироп какой-то дать, знаешь? Да, да, да. Неизвестно, кем их не произведено. Да, там с какими-то добавками непонятными в общее. Это да, можно. У нас слабо развита действительно культура потребления меда. Это, к сожалению, вот так мы этим. Но мы активно вместе с вами, спасибо вам, занимаемся популяризацией. И вам спасибо. Вы, я смотрю, ну, в этом хорошо, как бы, в курсе этих всех действий, событий. Ну, классно, классно. Давай, Витя, скажи, у вас еще есть сайт Медок. Медок. Да, Медок.ком, наш сайт, там представлена вся информация. Там о нас, о компании, там о наших документах, продуктах, там новости, чем мы занимаемся. Ну, я понял. Ну, там это не интернет, именно магазин. Интернет-магазин полноценный. А, там, то есть там можно и приобрести через этот сайт. Многие так и делают. То есть все, друзья, так что есть в часах. И мед, и продукты пчеловодства, и пчеловодный инвентарь. Вот расскажи еще по собственному опыту. Сейчас достаточно стало популярно смешивать мед с разными ягодами, да? Но я смотрю, у тебя этот продукт не представлен. Нет. Почему ты так скептически относишься? Или это считаешь как-то неестественно? Нет. Абсолютно нормально, я считаю. Просто, скажем так, если мед с ягодами смешивать, делая какую-то мелкую толкушку, их там не будет видно. Это как отдельный продукт, и мы не совсем понимаем, как сделать так, чтобы он не расслаивался. То есть он теряет товарный вид. Если говорить о том, что были целые там фрукты или орехи, их нужно заливать только монофлёрным акациевым медом, который не кристаллизуется, или гретым медом. Гретым медом мы не будем, не собираемся, мы не занимаемся таким, мы только натурально, ну то есть мы не как их. А акацию это, если заливать монофлёрной акацией, ну например, Каневской, она очень дорогая. То есть она, это один из самых дорогих медов. И этот продукт становится дорогой. И его, ну типа там, на подарки, буквально там. То есть это больше игра развлечения, чем какую-то можно сделать из этого. Ну, по собственному вкусовым рецепторам, взять сам подсолнух, мне он, чистый подсолнух, не нравится, да. Но тут берётся грецкий орех, перетирается в пыль, почти в пыль. Да, смешивается с подсолнухом, и он, ну то есть, именно вот вкус ореха, да, делает реально, улучшает этот подсолнух, и он становится реально вкусным. Даже, когда он закристаллизирует, ну то есть он мелкая кристалл, не бывает крупная кристалл, бывает мелкий кристалл. Это один из видов медовых продуктов, который, конечно, должен быть. Многие, вот мы вернулись с Канады, там активно киргизы или казахи этим занимаются. Вот у них прям линейка различных, там, фруктов, ягод и орехов, с медом смешанных, и это всё перетёрто в мелкую массу. Прикольно, ну это, любым делом надо заниматься серьёзно. То есть у нас не хватает на всё там, рук и сил для того, чтобы... Какие планы вообще на год, на два, может есть, или на пять лет? Может ты же ставишь какие-то цели себе? Да, есть цели. Собираемся, ну, как я уже сказал, клиническими исследованиями продолжаем заниматься. Открыть магазин в Хайпере? Ну, скажем так, обновить кардинально, да. Плюс мы расширяем линейку фирменных продуктов пчеловодства. Есть заготовка, там, несколько интересных продуктов, пусть это будет интрига. Вот. Для того, чтобы, ну, на основе продуктов пчеловодства. Плюс мы готовимся на Апиславию, на очередной конгресс, который в Белоруссии будет. Обязательно поедем и научный доклад там будем делать, и продукцию тоже представлять. То есть планов много, сил на это всё взять. Вообще пользуется популярность, вы как-то экспортируете свои продукты, ну, именно фирменными медоками? Значит, да, есть эпизоды, они продаются в основном в розницу, за границу. Но так, чтобы мы экспортом официальных продавали, такого нет. Мы идём к этому, но пока... Ну, это вот за границей очень скептические люди относятся к апиапродуктам и достаточно не хотят экспериментировать. Это из вашего опыта поездок по Европе? Да, да. То есть так, ну... Ну, свои же продукты пчеловодства они продают там? Свои, но вот у них нет такой вот восковая моль. Ну, там не так. Допустим, прополисные настойки ещё как-то более, но это не так популярно. Всё равно, ну, восковая моль, объясни, это для них основа. Мы их научим. Да, Витя? Витя их научит, потому что, ну, есть опыт. Туртневый гомогенат тоже как-то. Маточную молочку вроде бы все знают, а вот туртневый гомогенат как-то нет. Я согласен, такую же картину мы увидели в Канаде в сентябре, когда были на Апимонде. Действительно, в основном в странах представлено несколько сортов мёда, воск проходит из пыльца, иногда маточную молочку. Таких продуктов, как восковая моль, как пчелиный подмор, как гомогенат, нет или практически нет, и они там сильно впечатляются по этому поводу. Но наша вот эта популяризаторская работа, в том числе, она каким-то образом это продвигает. И многие люди интересуются, кроме того, иммигрантов уже много, которые тоже слушают, там смотрят и там живут. Это опять же, это пережитки Советского Союза, которой была пропаганда мёда. Сейчас её нет. Сейчас сменится ещё поколение, ещё мы слушали наших родителей, да. Наше уже поколение уже менее обездано. То есть я людям презентую пыльцу, даже там 25 лет, они уже думают, что это за мелкий горох или что-то супа какая-то. То есть он даже не знает, что это такое. Вот и всё. То есть я в спортзале общаюсь насчёт полиции, они говорят, ну мы пробовали там в детстве. Сейчас ему как-то более привычно купить там банку витаминов, чем купить дёшево. По 100 гривен килограмм можно купить полиции. Да? То есть он... Мы привыкли ни на кого ответственность не перекладывать. Мы считаем, что мы, вы, вот совместными силами мы можем и должны заниматься этой популяризацией. А кто, если не мы? Ну, когда единичные случаи занятия, то есть вы всё равно круг общения ограничен. Правильно же? Ну, круг популяризации. И жизни не хватит, если у каждого прохожего будете объяснять весь спектр полезностей каждого из продуктов, в каких случаях его применять. Это тяжело. Да, это тяжело. Да. Потому что везде все почему-то думают, вот чай с имбирем или с лимоном, он полезный и так далее. Ну вот. Хотя все подсознательно почему-то знают, что мёд полезен. Но почему-то думают, что его можно употреблять, когда он уже там... Когда горло уже болеет. Дружек уже заболел. Так, ну это, друзья, у нас уже пошла дискуссия такая очень интересная, конечно, можно долго рассуждать, но у нас видео получится очень длинным и люди не очень любят смотреть. Поэтому, Витя, если хочешь, можешь еще на концовочку видео сказать все, что ты захочешь, будет тебе... Как бывает, как можно, как по-другому. И, конечно, мы всех приглашаем сюда. Киев, метро Нивки, проспект Победы, 71А. Второй дом от метро. Очень удобная транспортная развязка, еще раз повторяю, можно и на общественном транспорте доехать, и на личном. Тут и пригородные маршрутки, электрички, объездная дорога, три километра отсюда. Три остановки до станции метро вокзальная, на метро. Поэтому все для пчеловодства и для любителей мёда и продуктов пчеловодства. Ну, максимально все, что мы могли собрать, мы здесь собрали. Класс. Спасибо, Витя. Друзья, кто не был, обязательно посетите этот магазин. Кто будет в Киеве в гостях здесь или мимо, обязательно посмотрите. Тут есть что посмотреть. Очень красиво, очень классно. Ну, мне лично, лично мне очень понравилось. Сам магазин, оформление. И так прикольно. Экскурс Витя нам провел. А если... Ну, это может, что ты здесь был. А если человек, вот как мы, тебя не будет, проведут нам, другим людям, экскурсию такую. Ну, я имею в виду, вот не будем там вовнутрь офиса, а вот по магазину рассказать или просто зайдешь, посмотрим. Ну, у нас работают квалифицированные продавцы. Мы, когда людей принимаем на работу, у нас есть там короткое обучение, где мы обязательно учим свойства мёда, продуктов пчеловодства, как это... правилам использования этих продуктов и правилам, там, определения качества, для каких заболеваний. И, конечно, все наши, весь наш персонал всегда рассказывает, объясняет, показывает. Нам повезло, у нас работают люди, которые не безразличны к мёду, продуктам пчеловодства, вообще к пчеловодству, к пчеле. И они все, я думаю, с энтузиазмом расскажут, поделятся информацией. Круто! Спасибо, Вить, большое тебе спасибо! Сайт Медок, адрес вы уже знаете, заходите, не пожалеете. Все, пожму руку. Всем, друзья, пока, а Вите, спасибо! Задавайте комментарии, может, мы на что-то не ответили, с удовольствием ответим. Да, так что, кого что-то заинтересует, по каким-то там вопросам, в комментариях пишите, и Витя зайдет, ответит, посмотрит, почитает ваши комментарии. Все, друзья, с вами был канал Иван Фабро, Денисом Фадеев, который привез меня, и Виктор Ёлкин, или даже Виктор Пчелкин. Все, друзья, Майазин Медок, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok